Донская 37-Б. Эта пятиэтажка, как и еще несколько десятков домов микрорайона, попала в программу олимпийской реконструкции. Изменился внешний облик жилого сектора, поменялся и менталитет у его жителей, говорят представители домового комитета. Раньше пригласить собственников на субботник было проблематично. Сейчас этот дом признан одним из самых благоустроенных в городе. Но такая позиция, как оказалось, пока еще далеко не у всех. У нас здесь есть такая лесенка на виноградную. Я по ней каждый день хожу на работу, в ужасном состоянии. Вечером, когда чуть-чуть стемнеет, просто страшно спускают. Ее отремонтировать, хотя ее сделали два года назад. Да, я знаю, что ее сделали. Кто разбил? Вот послушайте, какой дом? Вот дом, крыша. Его не видно из-за кустов. Так, значит, пожалуйста, находи мне руководителя этой стройки и привозите его ко мне, и мы его заставим. Если вы ее отремонтируете, придете в божеский вид, мы вам очень благодарны. Мы приведем обязательно в божеский вид. Вообще же о своем районе жители говорят только с любовью. Теперь здесь не только отремонтированы дома, но и приведены в порядок многие дворовые территории. И возвращаться к тому, что было еще два года назад, никто уже не хочет. Если вы помните, мы с чего начинали здесь. Вы помните, какой бардак везде был? Да, да, да. Сейчас у нас дворики, у нас домики. Когда-то говорили, да что вы там, это пролетарский микрорайон, никогда в жизни любят. С 64-го года вот эти вот дома, и мой дом, вот 37-й. А теперь покрасили, обновили, поставили окна, и совсем другой вид. Недочеты, конечно, остались, но, как заметил глава города, после большого ремонта они бывают всегда. К примеру, в доме номер 33 строители не установили до конца водостоки. Или здесь, на пешеходной зоне электрики после прокладки кабеля неправильно уложили плитку. Она в итоге провалилась. Но все это, уверен градоначальник, ТОСы должны обращать внимание и оперативно ставить в известность соответствующие структуры. И это касается не только жилищных вопросов, но и, к примеру, качества обслуживания в местной поликлинике. Все нормально, только эндокринолога. Правильно. Ну, это вот сейчас мне сказали, что вот все об этом говорят. Вот, я же на подходе еще ко мне подошли женщины и говорят, она говорит, что-то нет проблем. Я звоню Марине Августовне, она говорит, что все есть. Я говорю, да нету. Нет, нет. Вот когда мне докладывали, когда я лично приду. На Макаренко. Да, вот правильно, на Макаренко есть, и она приезжает сюда иногда. У вас есть штатная единица, значит, берите и пусть работает человек. Специалиста нужно найти в ближайшие дни, распорядился глава города. Кстати, и доехать на консультации к медикам в поликлинику на Абрикосовой жителя микрорайона теперь будет проще. Несколько дней назад по просьбе горожан маршрут номер 38 внесли изменения. И теперь эти автобусы заезжают с Донской на Макаренко. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».